Скажите, уважаемый Тумсо, каким пунктом Казавюртовского договора предусматривалось право Басаева вторнуться на территорию РФ? То есть Ишкерия не должна отвечать за то, что на ее территории происходит? Может быть и РФ тогда не виновата во вторжении в Украину, ведь никакого указа об этом на сайте РФ нет? Как нет? Давай сначала. Господа чеченцы, как вы относитесь к Гейдару Джималю? Ну, без фанатизма относимся, без фанатизма. Человек был действительно во многом очень умный, грамотный, но не в вопросах религии. То есть те вещи, которые он иногда говорил о религии, а он позволял себе иногда входить в такие религии, серьезные темы, лучше от него, конечно, не брать, потому что там он ударялся в философию. Он вообще сам по себе философ, и у него очень серьезные знания истории, политические какие-то его взгляды, знания. У него можно взять очень много пользы, и нужно, наверное, брать. Но избирательно. То есть как-то вдаваться, ударяться в фанатизм не нужно. Религиозных вопросов, конечно, у него были такие... Когда-то, я так понимаю, что у него и становление как бы религиозных знаний тоже было, были разные этапы. Когда-то у него были прям очень такие даже серьезные заблуждения. Но в целом я бы рекомендовал как бы его не воспринимать. Вот некоторые его воспринимают как религиозного проповедника, там, религиозного... Мот-Алима, да, то есть студента, грубо говоря. Он не был таковым. Он больше философ, он больше, наверное, историк. У всех кавказских народов есть народные кодексы. В чем коренное отличие от других спецификах ОНОХЛЫ? Я не знаю, я не буду сравнивать эти темы. Что такое ОНОХ? Это такое одно слово по-чеченски, но вот его невозможно перевести каким-то одним словом на русский. Это такой комплекс таких достойных качеств, которые могут быть у человека. То есть там туда входит все. И когда про кого-то говорят, что это ОНОХ, то вот подразумевают, что он во всех этих смыслах, он как бы вот достойнейший. Почему тут же Тагестан, так скажем, не криминальный и Чечни, чем это связано? А что это подразумевает? В каком смысле? Это есть какая-то статистика криминальности или что это? Если доверять каким-то российским источникам, то криминальнее народа, чем чеченцы в этом мире, не существует. Так как мы в базе, в разыскной базе Интерпола, нас, чеченцев, больше, чем американцев и китайцев вместе взятых. Поэтому в этом плане мы, наверное, первенство будет у нас. Но понятно, что это, конечно же, все неверно, неправда. Что будешь делать, если Рамзан попадет тебе в руки? И как ты поведешь себя, если попадешь в плен к ним? Если бы Кадыров попал ко мне в руки, я бы сделал бы все возможное, чтобы он предстал перед справедливым судом. Я сейчас говорю про реальный суд в этой жизни, не значит, что я бы поспешил его отправить на тот свет. Нет, я бы хотел реально, чтобы он предстал перед справедливым судом, понес. Чтобы было следствие, понимаете? Каждый эпизод был озвучен, все преступления выложены. А потом в соответствии с обвинительным заключением, чтобы была, во-первых, доказана вся эта вина, а затем был приговор. Скажите, уважаемый Томсо, каким пунктом Хазавюртовского договора предусматривалось право Басаева вторнуться на территорию РФ? Я отвечу на этот вопрос, если вы скажете мне, где в Хазавюртовском перемирии вообще Шамиль Басаев значился как сторона, заключающая это перемирие. Вот если он был этой стороной и нарушил, то я готов посыпать голову пеплом. Но если он там не значился, как физическое лицо, либо, я не знаю, как угодно, если он там не проходит, то какие вопросы? Ну, человек, как доброволец, пошел на помощь к дагестанцам. Я не говорю, что это было сделано правильно, надо понимать мою позицию. То есть я признаю, что это, конечно же, была абсолютно ненужная авантюра, которая не была нам на пользу и не пошла в итоге там на пользу. Однако обвинять его в том, что он там где-то что-то нарушил, он и не был стороной, заключившей этот договор, он и не присутствовал даже при заключении этого перемирия. Причем здесь значился или не значился, его отряды вторглись с территории Чечни. Правильно так, это, по-вашему, уважаемый Тумсу означает, что Ичкерри к этому никого отношения не имеет. Но, конечно же, неужели, если кто-то с нашей территории вторгся, мы теперь, мы, конечно же, сожалеем по этому поводу, безусловно. Но это не является нарушением договора. Поэтому, если он не был стороной заключения договора, то на него и не ложатся эти обязанности, все прикнуть его в этом не можете. А то, что свое отношение к тому, что было сделано, я это уже озвучил, ни в коем случае это не оправдываю. То, что с нашей территории, да, прискорбно, конечно, хотелось бы, чтобы это было пресечено, чтобы этого момента не было. Но наше государство не нарушало этот договор. И даже в официальной версии начала войны значатся совсем не поход Басаева в Дагестан, не эти события, а значатся взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в Каспийске, которые не то, что Басаев не делал, ни один из хищенцев не был осужден за эти теракты. Ну и к тому же Рязанский Сахар показал, кто на самом деле закладывал эти взрывные устройства. То есть Ишкерия не должна отвечать за то, что на ее территории происходит. Может быть и РФ тогда не виновата во вторжении в Украину, ведь никакого указа об этом на сайте РФ нет. Как нет? Давай сначала по поводу должна или не должна. Безусловно, это может быть и должно быть предъявлено, и такие вопросы должны быть урегулированы, но в формате переговоров, а не в формате начала боевых действий. То есть такие вопросы я достаточно самокритичен и считаю, что мы должны отвечать за подобные действия, должны нести ответственность, в этом нет никаких сомнений. А вот что касается нападения на Украину, то здесь Путин официально объявил о том, что начинается специальная операция и российские войска вторглись в Украину. Это странная аналогия, то есть проводить такие вещи, Масхатов не объявлял ни любой спецоперации, да и не собирался даже вообще проводить какую-либо спецоперацию. Короче, это как сравнивать северное сияние с бараньими отходами. Субтитры создавал DimaTorzok